Привет, как дела? Так, сегодня у меня видео ответы на вопросы, и я хочу ответить буквально на один вопрос, который мне задавал молодой человек. Вопрос звучал так, как я бросила курить, как я боролась с зависимостью и всё в таком духе. Я боролась очень долго с курением, и не буду я вам здесь сейчас рассказывать о вреде курения. Все мы знаем, как вредно курить, пить, ещё что-нибудь делать, да и жить в принципе-то вредно. Но давайте начнём с того, что если вас это вполне устраивает, я не вижу проблемы вообще никакой. Если вас это вполне устраивает, и вас это не гнетёт, вы себя чувствуете нормально, и уж тем более, если вы не курите, да, одна за одной, и вы можете неделю не курить, потом закурить, вы можете вообще не курить, но вы курите, когда пьёте, это не проблема. Вы можете бросить в любой момент. Главное просто захотеть. Я когда бросала курить, вернее, когда я уже бросила, у меня был страх, главный страх перед тем, если я выпью в компании, так же я закурю опять, либо когда рядом кто-нибудь закурит. Я настолько этого боялась, что даже сама не заметила того, как у меня прошёл этот этап. Самое главное, если вы собираетесь бросать курить на долгое время, откажитесь и от выпивки на это время. У меня это время было в два месяца. Я уверена, у каждого оно разное. Я никого не призываю и никому не констатирую факты. Я рассказываю свой опыт, и у меня было именно так. Грубо говоря, два месяца мне хватило на то, чтобы уже совсем отказаться от курения. Я уже могла и выпить пиво, меня не тянуло к сигарете. Я могла сидеть в компании, где все курящие, мне было по барабану просто. Я понимаю, что рядом сидящие получают якобы больше никотина, да, но, тем не менее, я в рот не брала эту гадость. И на следующее утро я пошла заниматься, да, я занялась спортом как раз-таки вот в эти два месяца. Я занялась спортом, и опять же, даже если я в компаниях потом находилась каких-то, я на следующий день иду и занимаюсь, а остальные опять так же курят. Я к этому пришла, потому что у меня уже всё. У меня не было никакого желания, я... У меня были порывы, я бросала на неделю, но потом опять начинала, потому что у меня бывший молодой человек, он курил, и, соответственно, ну, вы сами понимаете, как бы от этого никак не отвертеться, когда дома запретный плод, да. Так вот, я когда бросала на неделю, у меня было такое состояние, я просто летала, порхала, я себя чувствовала на все 100%, и я просто вот как будто заново рождалась. Вот настолько меня отягощало курение, именно уже вот по полной. Когда я бросила курить, мне это чувство настолько понравилось, хотя я его боялась, я думала, что это неправильное чувство, я думала, что я что-то, может быть, делаю не так, может быть, я сделаю себе хуже, как многие, кстати, даже врачи говорят, что если ты курил долгое время и решил потом резко бросить, лучше не делать так, потому что здоровье ухудшается. И я с этим соглашусь, но здоровье не в целом ухудшается, а ухудшается состояние ваше психологическое, потому что организм, он привык получать то, что он получает, и когда он перестаёт это получать, он начинает бунтовать. Я всегда завидовала тем людям, которые могут неделю не курить, месяц, какой-то определённый срок. Я и дня не могла прожить без сигареты, поэтому вы понимаете, что эта зависимость, это уже сравнимо наркомании какой-то, потому что когда у меня организм не потреблял никотин, он бунтовал, и я себя первую неделю либо две чувствовала не очень хорошо, я вам так скажу. У меня чего-то не хватало внутри. Если с чем-то сравнивать, я могу сравнить ощущение, как будто ты лишился души просто, у тебя какая-то пустота внутри, и это так давило на меня, но главное пережить этот момент. Вот две недели, ну плюс-минус, там да, ну максимум пусть три, да, две с половиной, было такое чувство. Главное отвлечь себя чем-нибудь, главное найти что-то другое. Не слушайте никого, кто говорит пососать конфетки, либо еще что-нибудь, неважно, семечки, ничего это не помогает, я пробовала на себе. Может быть, кому-то и помогло. Респект вам, но не со всеми так работает. Легче всего, я вам скажу, бросить курить тем, которые вот могут неделю прожить без сигарет, месяц. Я не могла, я даже не могла пойти спать, пока не покурю, проснувшись, мне нужна была сигарета и чашечка кофе, и я думаю, вы понимаете, я думаю, многие меня поймут, потому что большая часть у нас населения, неважно где, большая часть планеты у нас, это курящие люди. Я не призываю никого к здоровому образу жизни, боже упаси, я не пропагандирую здоровое питание, я никого ни к чему не принуждаю. Каждый волен выбирать то, что ему нравится. Мне хотелось избавиться от этого груза, потому что для меня это был груз. Я избавилась, я, блин, сама себе честно благодарна, и здесь нет силы воли, как многие могут подумать. Да, может быть, у тебя есть сила воли, а у меня вот нет, у меня её тоже нет. Честно, я иногда, бывает, колебаюсь между выбором одним и другим, и выбрать что-либо для меня бывает настолько тяжело, что я могу перенервничать настолько, что я буду выжата просто как лимон. Мы есть то, что мы делаем, и это просто вот закон, по которому я живу, и если меня смотрят молодые девочки, парни, которые на данном этапе курят, либо начали курить, это не то, чем нужно гордиться, и уж стремиться точно. Я желаю вам выздоровления, я желаю вам бросить, наконец-таки, нужно решить самому, потому что мне многие говорили, ну вот когда ты бросишь уже, когда ты бросишь? Я никого не слушала, пока сама к этому не пришла, поэтому вам советую того же, чтобы пришло то время. Я пыталась как можно вкратце всё это рассказать, потому что предыдущее видео у меня вышло очень длинное, и я не хотела такое видео выкладывать. Мне нужно сматываться, потому что комары поняли, что здесь пришла еда. Я желаю вам успеха в этом деле, я желаю, чтобы у вас всё получилось, вы сделаете, вы сделаете то, что вам именно нужно. Поэтому всем вам желаю удачи, до новых встреч, всех целую, обнимаю, и... пока-пока-пока! А-а-а-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok